В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Сроки сдачи 60-квартирного дома в микрорайоне авиаторов сдвинутся ориентировочно на три месяца. Многоэтажку начали разбирать из-за некачественных материалов, используемых для строительства. В эти дни в регионе продолжается акция «Мы вместе». Цель – обеспечить представителей старшего поколения продуктовыми наборами. Первые честно заработанные подросткам Ненецкого округа вновь предоставили возможность трудоустроиться на летний период. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Плюс один. В Ненецком округе зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По информации профильного ведомства, заболевание подтверждено у пациента. Доставленного 9 июня с Харягинского месторождения с признаками COVID-19. По результатам лабораторного исследования в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа коронавирусная инфекция подтвердилась. Пациент находится в специализированном стационаре окружной больницы. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрирован 81 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 65 человек, в том числе пятеро за последние сутки. Всего активных 14 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В том числе 9 человек получают стационарное лечение в окружной столице, амбулаторное на Харяге четверо. Еще один продолжает лечение в Усинской ЦРБ. На самоизоляции в домашних условиях в Наринмаре и поселке Искателей находится 421 человек. В обсерваторе 9 под наблюдением врачей на Харягинском месторождении 444 человека. Сняты с контроля 1353 человека, в том числе 32 только за последние сутки. Всего с начала пандемии в регионе проведено порядка 3500 исследований на коронавирус. Срок сдачи 60-квартирного дома в микрорайоне авиаторов сдвинется ориентировочно на три месяца. Речь идет о многоэтажке, которую строители начали разбирать около месяца назад. Виной всему некачественные блоки, которые использовались для возведения дома. Сегодня объект посетил временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. В ходе рабочей поездки он потребовал привлечь к ответственности виновных в производстве некачественного материала и срыве сроков сдачи дома. Подробнее расскажет моя коллега Алина Вучейская. Около месяца назад, если быть точнее 15 мая, жители микрорайона авиаторов наблюдали весьма интересную картину. Возводимую здесь многоэтажку начали разбирать. Позже выяснилось, наружные стены были построены из некачественных блоков. Ирина Викторовна, один вопрос. Что происходит с объектом? Почему запороли такой объект хороший? Почему некачественный материал? Согласна, мы разобрались. Действительно, не лезет. Это ваш материал? Это наш материал. Как вы его проверяли, этот материал? Была допущена некоторая ошибка. Кем была допущена? Сотрудники уволены, наказаны материально. Подождите минутку. Это нас не устраивает, то, что они уволены. Я понимаю. Мы их хотим привлечь к ответственности. У нас все документы есть. Если это необходимо, мы можем передать эти документы. У нас проведена внутренняя проверка по всем параметрам. Ирина Викторовна, вы нанесли ущерб округу, своей организации. Поэтому нам совершенно недостаточно того, что вы уволили людей. Во-первых, я потребую от вас пригласить акционера. И во вторник жду вас на совещании с акционером. И будьте готовы ответить. Не просто, не просто увольнением своих сотрудников. Мы будем передавать документы в прокуратуру. С первых минут пребывания на стройке временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный дал понять – виновные будут наказаны. Как пояснили в ходе выезда на объект, специалисты госстройжилнадзора с момента начала строительства нареканий к застройщику не было. Однако после проведения независимой экспертизы центрстройзаказчикам выяснилось – материал низкого качества и не соответствует установленным стандартам. В одной партии нашего выпускаемого, может быть, 50% прекрасного, хорошего, который даже выше показателей нашего СТО, а какие-то попадаются плохие. Я говорю, что не весь он плохой. Елена Викторовна, ну вы же видели. У вас же был выходной контроль, лаборатория. Куда смотрела лаборатория ваша? Понимаете, у меня выпускается 200 штук вот этого фибробетона. Мы отобрали 5 образцов. Они показали идеальные результаты. Ну, я не знаю. Поэтому я согласилась разобрать, чтобы не было никаких потом ни камней, ни к вам, ни к кому. Вопросы, не было других вариантов. Мы не примем некачественные стены. Как сообщила генеральная директора завода строительных конструкций Заполярье, сейчас заканчивается работа по демонтажу конструкций из некачественных блоков. К середине июля придет материал для производства новых блоков. Каркас планируется смонтировать за месяц. Будем прилагать все усилия. То есть уже есть и договоренности некоторые, чтобы приехали именно каменщики. И большой бригадой человек 20, чтобы мы за месяц могли все вот это восстановить, вставить окна и приступить к фасаду. То есть у меня внутренняя отделка инженерии там уже протянута, за исключением развески батарей, потому что просто некуда привезти в данный момент. Вот. Думаю, что будем пытаться наверстать это все. Ну, конечно, к августу месяцу просто физически не получится. 60-квартирный дом должны были сдать до 31 августа этого года. Однако сроки сдвинутся ориентировочно на три месяца. Стоимость контракта на строительство – 202 миллиона рублей. Причем это не единственный объект, возводимый за эсказы Полярье. Еще одна многоэтажка, 152-квартирная, находится напротив и должна быть сдана к 1 ноября 2020-го. Но работы на сегодняшний день там не ведутся. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». В рамках депутатского контроля представители муниципальной власти выехали на полигон ТБО для оценки работы оборудования, которое в 2019 году было введено в эксплуатацию. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Полигон ТБО работает в усиленном режиме. Мусоровозы после весового контроля выгружают содержимое для ручной сортировки, а уже далее отходы отправляются на сортировочную ленту. Для того, чтобы механизм работал бесперебойно, полигону ТБО необходим отапливаемый ангар. В планах у нас есть попытаться или своими силами, или каким-то образом, или с помощью нашего учредителя, администрацию, совместно этот вопрос решить, или совместно, самостоятельно. Ну да, планируем, потому что, как мы видим, если даже небольшой ветер, весь мусор, он разлетается. Поэтому, во-первых, не совсем подобающие условия для сортировщиков, то есть для наших работников, особенно в зимний период работать, на морозе. Поэтому мы рассматриваем ангар. Мы коммерческие предложения запросили, у нас уже они есть. То есть там порядка, самая минимальная цена, это от 7 миллионов, ангар необходимо будет установить. В рамках депутатского контроля представители власти оценили первые шаги на пути к отлаженной системе переработки мусора. Мы видим, что есть примеры наших ближайших соседей, как мусороперерабатывающих комбинатов. Там эта система отлажена, где идет раздельное вторсырье, собирается, где вся цепочка от сбора до дальнейшей реализации уже вторсырья, она налажена. Здесь на предприятии только первые шаги делаются, и где выстраивание всей этой цепочки необходимо осуществить, чтобы мы, как жители, горожане, мы имели представление, что мы сдаем вторсырье, производим раздельный мусор, и действительно он впоследствии перерабатывается уже в какой-то продукт, в дальнейшем используется. Вопрос о выделении МУП КБ и БО дополнительного финансирования будет рассмотрен на внеочередной сессии городского совета. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север. Членам Ненинского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов рассказали о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Встречу провела руководитель регионального отделения Всероссийской ассоциации юристов Ольга Питунина. Она подробно рассказала как о самой Конституции, главах и изменениях, которые были приняты ранее, так и о тех, которые вносятся сейчас. 1 июля жители России будут голосовать за поправки в главный документ страны. Время до голосования, отметила глава государства Владимир Путин, назначая дату «дано» для того, чтобы каждый смог разобраться в деталях предложенных изменений. По этому пути пошло региональное отделение общества инвалидов. У членов нашего общества накопилось много вопросов. Как это будет все выглядеть? Во-первых, процедура голосования – это раз. А во-вторых, у людей много по статьям вопросов. Какие будут там изменения в Конституцию? Кто-то ничего еще не знает, и у них есть такие разногласия. Так что мы решили, что это мы сейчас обсудим все и примем такое важное решение для нас. С запросом на проведение данной встречи руководство регионального отделения общества инвалидов вышло на профессиональное сообщество юристов. На самом деле поправок много. Все о них говорят. Говорят с разных сторон. Очень много вопросов у граждан. Поэтому это нормально, что общественные организации, такие наши серьезные, очень ответственные люди, которые ответственно всегда подходят ко всем изменениям в нашем государстве, они проявили инициативу организовать такую встречу с нами, с юристами. Эта встреча по разъяснению вносимых изменений в Конституцию страны не единственная. Ранее, рассказала Ольга Питунина, подобное мероприятие прошло в обществе слепых. Мария Даник, Владислав Носкин, телеканал «Север». В эти дни в регионе продолжается акция «Мы вместе». Главная цель – обеспечить представителей старшего поколения продовольствием. О том, что входит в набор продуктов первой необходимости, как происходит доставка и можно ли еще подать заявку, расскажет Екатерина Дементьева. Меня Никита зовут, я волонтер. Мы вам продуктовые наборы привезли. Никита Янчев и Евгений Торопов сегодня должны вручить продуктовые наборы 41 адресату. Еще порядка 150 наборов в городе и 300 в поселке Искателей будут развозить другие добровольцы. У каждого есть инструкция и списки адресов, а главное – желание помогать. Развозим продукты на личном транспорте. Ну так, вышло, случилось, что волонтеры, в принципе, помогаем, чем можем. Плюс, естественно, это все СИЗы, все индивидуальные защиты, маски, антисептики, перчатки. То есть будем осуществлять доставку, не касаясь людей, не контактируясь с ними. Всероссийская акция «Мы вместе» реализуется под началом движения волонтеры-медики и ОНФ. В нашем регионе проект работает также при поддержке отделения российского Красного Креста, волонтерского центра «Единой России», ветеранских общественных организаций и администрации Неницкого округа. Сегодня, в период пандемии, наши бабушки и дедушки, то есть жители 65 лет и старше, находятся на самоизоляции. И правительство, чтобы поддержать наших граждан, запускает акцию, снабжает наших жителей продуктовыми наборами. Соответственно, бабушки и дедушки не пойдут в колл-центры за этими наборами. Для этого есть неравнодушные жители, волонтеры, депутатский корпус, глава, то есть все жители, которые так или иначе будут принимать в этом участие. На данный момент продуктовые наборы уже получили порядка двух тысяч жителей региона старше 65 лет, в том числе и в муниципалитетах. В набор входят самые необходимые, нескоропорчащиеся продукты. Среди них есть консервы, крупы, масло, чай, сахар и другое. Общий вес пакета примерно 10 килограмм. Несколько часов личного времени и немалый физический труд – добровольная инициатива. Ведь, как признаются волонтеры, лучшая награда за их помощь – это эмоции людей. «Люди адекватно реагируют и очень рады этому. Некоторые даже еще не совсем рады тому, что им привезли продукты, а больше рады, что общению. Некоторые пожилые люди, они все время одни находятся, все у них дети разъехались и самое важное для них – это общение. Они даже приглашают, вот нечаянно мы отказываемся». На сегодняшний день сбор заявок не окончен. Те, кто не успел обратиться за помощью, могут позвонить в колл-центр по номеру телефона 2-16-90. Содействие по формированию списков пенсионеров также оказывают ветеранские организации и главы сельских муниципальных образований. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В Ненецком округе началась кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей за пределами региона. Речь идет о программе «Мать и дитя». Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, 1 июня в России открылись санатории крупнейших здравниц Краснодарского и Ставропольского краев. Но только те, что оказывают медицинские услуги, имеют соответствующую лицензию. Округом закуплено 600 путевок в санатории «Делуч» города Анапы по программе «Мать и дитя». На оздоровительную кампанию по данному направлению из бюджета региона выделено более 37,5 миллионов рублей. Несколько семей уже проходят оздоровление в санатории. Однако, отмечают, в отделении соцзащиты Ненецкого округа в этом году поступают отказы от поездки из-за эпидситуации в стране или перенос сроков отдыха. Многие отказываются от путевочек в связи с сложившейся ситуацией, с тем, что боятся выезжать из предела региона или вообще ехать на моря, карантинными мероприятиями. Поэтому кто-то переносит сроки на более поздний период, то есть август-сентябрь, кто-то соглашается на сегодняшний момент поехать, кто-то вообще просто отказывается от путевочек. Но на сегодняшний момент у нас закуплено 600 путевок по направлению «Мать и дитя». В этой связи семьи, которые не подали заявление на получение путевки в установленные сроки, но желают отправиться на отдых, могут подать заявление сейчас. При сборе необходимого пакета документов они могут обратиться в отделение многофункционального центра и подать заявление на установку на учет в очередь на путевочку «Мать и дитя». В случае, если у нас будут оставаться свободные путевочки, конечно же, мы будем предлагать гражданам путевки для оздоровления. В санаторно-курортные учреждения могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет, с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник – бабушка или дедушка. Путевки предоставляются один раз в два года при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком округе в расчете на душу населения. Продолжительность пребывания в санаторно-курортном учреждении составляет 21 день. Оздоровительная кампания проходит с мая по октябрь включительно. Первые честно заработанные. Подросткам Ненецкого округа вновь предоставили возможность трудоустроиться на летний период. В основном ребята заняты на благоустройстве территории или делопроизводстве. Тему продолжит Алина Волчейская. Вооружившись метлой, Александр Коткин зарабатывает первые в своей жизни деньги. Парень копит на питбайк – кроссовый мотоцикл. Поэтому, как только ему исполнилось 14, решил, что, говорится, не просиживать штаны за компьютером и устроился на время летних каникул в Северную транспортную компанию. «Чувство, понимаешь, как работать, чувство первых денег своих, не родительских, понимаешь, как их лучше растратить. Мне предложила Жанна, это моя одноклассница, мы учимся в одном с ней классе, и она мне предложила поработать, я согласился». Одноклассница и коллега Александра Жанна Семенюта тем временем убирает пыль с пассажирских кресел. Работа несложная, на все про все уходит порядка трех часов, а сумма заработка весьма приличная – более 20 тысяч рублей в месяц. «Да, это очень классно, то, что можно летом работать, и деньги будут на лето, можно что-то купить, на что-то накопить». «Ну, придумала уже, на что будешь копить или тратить?» «Да, буду копить». «Если не секрет, на что?» «На телефон». Компания по трудоустройству подростков длится в течение года. С января 2020-го о своем желании поработать заявили 1279 ребят. За первый квартал были временно трудоустроены 70 человек. Что касается летнего периода, из окружного центра занятости к работодателям были направлены 256 подростков. Из них уже 150 человек приступили к работе. По данному мероприятию по трудоустройству запланировано освоить до конца года 19 миллионов 680 тысяч. Вопрос, конечно, интересный по поводу, сколько на руки получат дети, потому что все зависит индивидуально от работодателя. Работодатель вправе сам определить и ставку, на которую он принимает сотрудника, и размер заработной платы, конечно же, не нарушая Трудовой кодекс Российской Федерации. Но хочу отметить, что центр занятости компенсирует 70% от МРОД на затраты работодателя, то есть это заработная плата на 0,7 ставки, компенсация за неиспользованный отпуск и страховые взносы в государственные небюджетные фунты. Общая сумма компенсации составляет 33 648 рублей в месяц. Таким образом, на руки подростки должны получить не менее 21 тысячи рублей. Кстати, в этом году вновь предусмотрено трудоустройство студентов, приезжающих в Ненецкий округ на каникулы. Более подробную информацию вы можете уточнить в Центре занятости населения.